Его красный корпус знают далеко за пределами Украины. Главное здание Киевского национального университета имени Тараса Шевченко – исторический памятник государственного значения. Почти 180 лет назад это величественное здание в стиле классицизма построили итальянцы, сын и отец Беретти. Детальнее расскажет Любовь Задорожная. Это красное здание в центре Киева, визитка не только университета имени Шевченко, но и всего города. Яркий и величественный корпус в центре столицы привлекает внимание и запоминается всем, кто его хоть раз видел. Правда, в 1837-м его планировали иначе. Изначально именно эта ныне тыловая сторона здания должна была служить парадным входом университета. Когда началось строительство, тогдашний ректор Рудольф Траут Феттер привез сюда из Кременца первый в Киеве ботанический сад. Соответственно, Викентий Беретти планировал торжественный центральный вход именно с этой стороны. Однако тогда же городские власти приняли решение заложить улицу Владимирскую, которая должна была стать центральной. Ведь Крещатика еще не было, и было бы некрасиво, чтобы университет стоял тылом к центральной улице. Тогда итальянскому архитектору пришлось перепланировать здание, сделав изначальный его тыл фасадом. Впрочем, тот получился еще более величественным. Во многом благодаря восьми колоннам у входа. Еще один секрет здания – его цвет. По этому поводу существует немало легенд. Например, что в краске перепутали ингредиенты. А среди учащихся бытует шутка, что это цвет студенческой крови, утраченной на ниве тяжелого учебного процесса. Хотя все, конечно же, было по-другому. Беретти в своей докладной Министерству народного образования предлагал желто-белый цвет. Ведь так были окрашены большинство каменных строений в Киеве. Однако император наложил резолюцию – окрасить все здания цветом, которым окрашен Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Зимний дворец тогда был коричневатым, и университет после покраски имел вид не ахти какой. Но он выгорал, осветлялся, становился все краснее. Тогда цвет решили привязать к ленте ордена святого Владимира, чье имя носил университет. Рядом с красным так называемый «желтый корпус» – оттворение еще одного Беретти. Помещение проектировал Александр Беретти, сын Викентия Беретти. Викентий умер под конец строительства красного корпуса. Работой заканчивал его сын. После Александр остался жить в Киеве и спроектировал здесь массу зданий, в том числе и этот корпус. В 1850-м здание строили как дом первой гимназии. Из ее стен вышли писатель Михаил Булгаков и академик Александр Богомолец. В 1919-м здесь жил первый президент Академии наук Украины Владимир Вернадский, а с 1959-го в корпусе учатся студенты университета имени Шевченко. Научная библиотека университета младше соседних зданий почти на 100 лет. Однако удачно дополняет архитектурный ансамбль. Это самое большое университетское книгохранилище в Украине. Его фонд составляет 3,5 миллиона изданий. Это достаточно много, даже на мировом уровне. У нас есть редкие издания, самая старая из них – Инкунабула. В переводе с латыни – та, что создана в Колыбели, в первое десятилетие книгоиздания – 1497-го года, то есть самой давней нашей книге уже более пяти сотен лет. Разноцветные здания университета имени Шевченко, безусловно, одни из самых ярких киевских строений. Однако привлечь они способны не только ярким окрасам, но и историей, которая в них скрывается. Любовь Задорожная, Тимофей Сорокин, UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова